Россия Воссоздание на экране эпохальных событий Великой Октябрьской социалистической революции Задача наивысшей сложности Герой картины – народ Народное начало он искал в любом историческом или современном материале, за который брался Работа над фильмом «Я видел рождение нового мира» началась со съемок штурма Зимнего Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова По-разному складываются творческие судьбы людей Талант – это всегда тайна, редкий дар Но чтобы талант раскрылся по-настоящему, человек должен всего себя отдать избранному делу Таким мы знаем Сергея Бондарчука сегодня Таким он входил в кинематограф Две фотографии, а между ними целая жизнь Говорят, что Сергей Бондарчук родился под счастливой звездой Победа на фестивалях Международное признание Встречи Все кажется легко и просто Внешняя сторона жизни Внутренняя работа актера и режиссера Скрыта от глаз Короткие кино и фото мгновения Все это снято в разные годы И вот 60-летний юбилей Чествование актера и режиссера Народного артиста СССР Лауреата Ленинской и Государственных премий Депутата Верховного Совета РСФСР Героя социалистического труда В этот день Навстречу, на торжество Пришли люди, которым особенно дорого его искусство Памятные адреса Горячие поздравления Добрые слова и пожелания Благодарная признательность учеников Радость поздравлений и человеческого тепла в этот день По праву разделила Сергею Федоровичем И Ирина Константиновна Скопцева Его жена и друг Всякое юбилейное торжество Это еще и подведение черты под тем, что сделано Что создано человеком на сегодняшний день В тот вечер Много горячо говорили о творчестве Бондарчука Говорили о том, что человек делается художником Имеющим право на равных войти в духовную историю своего народа Только тогда, когда эта история Становится внутренним содержанием Его собственной жизни Его искусства Отражение истории в человеке Это и есть то, что составляет природу И сущность творческого мира Бондарчука В жизни и в искусстве Бондарчук ищет прежде всего Высшие нравственные ценности Которые обуславливают в человеке силу его правды Человек для него Всегда еще и поле На котором разыгрывает свои великие сражения Наша национальная история Это поле На котором проверяют себя Нравственные ценности народа Его ощущение жизни Это ощущение жизни через опыт народных масс Прошедших такой трудный Такой сложный путь На протяжении долгих и долгих лет Именно связь с породившей его землей Глубинная и благодарная связь с формировавшей его культурой И делает реалистическое искусство Бондарчука Самобытным и многогранным Далекое и вместе с тем близкое время Бурных октябрьских событий Их надо себе представить Джон Рид Американский журналист Приехавший вместе с женой в те дни в Петроград Писал А вокруг Корчилась в муках Вынашивая новый мир Огромная Россия Джон Рид Проницательный свидетель Честный летописец революции На эту роль Бондарчук пригласил известного итальянского актера Франко Неро Роль жены Джона Рида Луизы Брайант Исполняет американская актриса Сидни Роум Это одна из крупных совместных работ студии Мосфильм С кинофирмами капиталистических стран Коносите 2, Мексика И Видес Интернешнл Ченефин, Италия Снимает фильм известный кинооператор Вадим Иванович Юсов Рабочие моменты съемок взяты из мексиканского фильма Сергей Бондарчук в Мексике Новая постановка Бондарчука Кинодилогия красные колокола Она объединяет два фильма Я видел рождение нового мира И Мексика в огне О революциях 20 века В России и Мексике В центре многопланового киноповествования Американский журналист Джон Рид Отечество Чтобы ты был счастлива Они жертвовали собой Они погибали тысячами на юге У небольшого городка Куатре Они умирали Чтобы принести свободу Мексике Верно говорят, что дорогу человеку в жизни Прокладывают трудолюбие, воля и целеустремленность Кто мог угадать крупнейшего режиссера современности В начинающем актере, сыгравшем 35 лет назад В фильме «Молодая гвардия» Свою первую роль Но он был пытлив и настойчив Окончил мастерскую Герасимова А сколько ему научился у Довженко Сколько почерпнул актерского опыта У первого учителя Максимова Чтобы по-настоящему проявилось его дарование Нужна была сложная роль Что называется работа по плечу И, быть может, решающей в его судьбе Стала встреча с режиссером Игорем Андреевичем Савченко Я был уверен, что вы вызвали меня для того, чтобы от скуки поиздеваться надо мной Пользуясь моим положением конфирмированного солдата Я рад, что ошибся Что вы не пропили чувство совести и чести Не проиграли в карты человеческое отношение к людям Я готов выпить эту воду Которую вы так честно, так искренне И от души предложили мне Я ее выпью За ваших матерей Которые в муках произвели вас на свет И возложили на вас самые светлые свои надежды Образ великого украинского поэта и художника Тараса Шевченко Перенесшего в жизни тяжкие испытания Бондарчук воплотил с подлинно трагедийной силой чувств Бондарчук воплотил с подлинно трагедийной силой Трагедия Шекспира Отелла Открыла еще одну грань таланта актера Его венецианский мавр Просто человечен Доверчив и велик В роли Дездемоны Ирина Скопцева Работа над этой картиной Соединила их судьбы Снимал фильм оператор Евгений Андриканис Ставил режиссер Сергей Юткевич Давай сюда платок Ну полно, способней не найдете человека Платок Пожалуйста, поговорим о Казе Платок Он человек, который вечно основывал все счастье на вас Опасности всегда делит Платок Отсудят правого Конец всему, чем обладала Делла Ты лжешь, мерзавка Клянусь, не лгу Не лгу я, господа Громы в небе Лишь для грозы Мерзейший негодяй Посмотрев фильм Чарльз Чаплин сказал Большую жизнь в кинематографе Надо ожидать от молодого артиста Сергея Бондарчука И не ошибся в своем пророчестве Чарльз Чаплин Делал ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Он не любит праздности и суеты. Во время отдыха сажает деревья, снимает узкоплёночника, что-нибудь мастерит или режет по дереву. Бондарчук от природы наделён даром художника и даром организатора. Профессии актёра и режиссёра, считает Бондарчук, очень близки друг к другу. Его деятельная натура не могла ограничиваться лишь актёрской игрой. Он очень скоро понял, что как актёр не может выразить до конца всё то, что волнует его. Судьба человека Шолохова и встреча с писателем стали началом нового этапа в его жизни. Это та самая дорога, с которой начиналась картина «Судьба человека». Для Шолохова понятия истины и правды в искусстве связаны прежде всего с глубинным постижением народного характера. Этим путём шёл и Бондарчук. Для него, как режиссёра и актёра, открылась возможность, используя все средства кинематографа, воплотить на экране трагическую судьбу простого русского человека. Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь, за что же эта жизнь меня так покалечила? За что так исказнила? Рассказать содержание картины невозможно. Нужно смотреть весь фильм. Но пусть эти выхваченные отдельные кадры напомнят о драматических минутах жизни шофёра Андрея Соколова. Он прошёл все адовые круги войны и плена, потерял семью, но остался не сломленным, остался человеком. А где же твой отец, Ваня? Погиб на фронте. А мама? А мама убила бомбы, когда мы ехали в гости. А откуда уехали? Не знаю, не помню. И никого у тебя тут родных нету? Никого. А где же ты ночуешь? А где придётся? Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой? Да. Я твой отец. Папка! Родненький! Я знал, я знал, я знал, кто ты меня найдёшь! Что роман найдёшь! Я так долго ждал, когда ты меня найдёшь! Родненький! Папка! Успех фильма был ошеломляющим. Зрители плакали. Правдивостью и человечностью, покоряя сердца людей разных возрастов и национальностей, он принёс заслуженную славу его создателям. Иностранная пресса писала. Если вы действительно хотите понять, почему Советская Россия одержала великую победу во Второй мировой войне, посмотрите этот фильм. Среди множества главных призов и высших наград, завоёванных за рубежом и у себя на родине, самой дорогой для Сергея Бондарчука и оператора Владимира Монахова стала Ленинская премия. Пройдут годы, он вспомнит об этом времени. Если бы не было судьбы человека, вряд ли взялся бы я за постановку войны и мира. Война и мир Льва Толстого – это путь к познанию человека в мире и мира в человеке. Он не собирался ни углублять роман, ни расширять его, ни осовременивать. Простота, ясность и космичность мысли Толстого должны были стать главными в картине. В фильме около 300 действующих лиц. Бондарчук понимал, только творческая одержимость способна родить энергию, необходимую для достижения результата, достойного великой книги. Он был беспощадно требователен к друзьям, единомышленникам и, в первую очередь, к себе. Не выдерживали нервы, отказывало сердце, но когда приходили минуты творческого удовлетворения, он забывал о трудностях и благословлял судьбу. Монтаж фильма шел параллельно съемкам. Шесть лет без отдыха продолжалась работа. В сражениях принимали участие до 15 тысяч статистов. По замыслу режиссера камера парила над землей. Врезалась в самую гущу сражений. Она двигалась беспрестанно. Советское кино до этого не знало подобного размаха и масштаба съемок. Работая над фильмом, Бондарчук старался воплотить мысль толстовского произведения о том, что в ходе Отечественной войны 1812 года решался вопрос о будущем России. Глубокой верой в нравственные силы народа, в торжество справедливости, над злом и бесчестием пронизаны кадры фильма, поставленного Сергеем Бондарчуком и снятого оператором Анатолием Петрицким. В этой грандиозной по масштабам сцене пожара слышатся толстовские слова «Москва сожжена». Москва, занятая неприятелем, не осталась цела, как Берлин, Вена и другие города, только вследствие того, что жители ее не подносили хлеба соли и ключей французам, а выехали из нее. «Москва сожжена». «Москва сожжена». «Москва сожжена». «Москва сожжена». Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Не пустил меня солдат. Ха-ха-ха! Поймали меня. Ха-ха-ха! Заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня! Меня! Мою бессмертную душу! Ха-ха-ха! 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 И все это мое! И все это во мне! И все это я! Фильм завершался словами Толстого. А я говорю, возьмемте с рука с рукою те, которые любят добро, и пусть будет одно знамя – деятельное добродетель. Я хочу сказать только, что все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные, связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто! С октября 1966 года роман Льва Толстого начал свою новую кинематографическую жизнь. В крупнейшем в те годы в Москве кинотеатре «Россия» состоялась премьера. В тот вечер режиссерам не был забыт ни один человек, на ком лежала ответственность за результаты общего дела. Успех фильма у зрителей был их общим успехом. Информационные агентства мира, крупнейшие газеты, журналы, радио, телевидение мгновенно отреагировали на выход картин. Из откликов на фильм. Грандиозно, восхитительно. Подобно Толстому, Бондарчук обладает пронзительной хваткой и так же, как Толстой, умеет почувствовать всеобъемлющие связи вещей. Американская Академия кино присудила фильму «Война и мир» высшую премию – «Золотого Оскара». Во многих странах мира в кинопремьере был издан роман Толстого, иллюстрированный кадрами из фильма. Чем же можно объяснить столь глубокий и повсеместный интерес людей к русскому фильму? Создавая картину, Бондарчук постоянно имел в виду замечательную мысль Толстого о том, что благо людей – в их единении между собой. Бондарчук принял предложение итальянской фирмы «Дина де Лаурентис» в фильм поставить картину «Ветерлоу» о знаменитом сражении под Брюсселем, где в 1815 году Наполеон потерпел полный крах. В работе над этим фильмом русских и американцев, итальянцев, немцев и англичан, людей разных убеждений, объединяла ненависть к войне. И это помогало им относиться друг к другу с доверием и пониманием. Это было подлинное, по-настоящему творческое содружество. В роли Наполеона – американский актер Рот Стайгер. У вас нет выбора, сир. Вы должны отказаться от трона. Трон. Ты знаешь, что такое трон, Ней? Трон – это всего лишь разукрашенный предмет мебели. Главное – это то, что стоит за троном. Мой ум, мое честолюбие, мое желание, мои надежды, мое воображение, главное – моя воля. Я не верю своим ушам. Вы все стоите передо мной, размахивая листом бумаги, кричите, отрекитесь, отрекитесь. Нет! Я не буду, не буду, не буду! Я не буду, не буду, не буду, не буду. Что с диком? Пустите меня! Пустите! Вернись назад! Мы никогда не видели друг друга. Как мы можем убивать друг друга? Как мы можем? Зачем? Дорогой Бондарчук, Чародина показал мне твой фильм. Фильм восхитил меня и глубоко взволновал. Обнимаю тебя. Желаю успеха в работе и счастья. Федерико Феллини. Восторгаюсь твоим фильмом «Ватерлоу». Сам Наполеон не сумел бы разыграть такое сражение, какое показал ты. С любовью, Альберто Сорди. И таких поздравлений было множество. 20 век еще более обострил борьбу добра и зла, жизни и смерти, проблемы войны и мира. Джон Рид писал. А по всему фронту, длиною в тысячи миль, бурлила многомиллионная русская армия, высылая в столицу сотни делегаций, требовавших мира. Мира. Репетируется сцена в Таврическом дворце. Знаменитое выступление Ленина перед эсерами, кадетами, меньшевиками и соглашателями всех мастей. Господи, не забывайте, что сами попросили Ленина изложить нам свои взгляды. Наберитесь, что терпение выску хотят. Новые правительства столь же омерзительны и эмпиралистичны, как и прежние. Несмотря на обещания республики, насквозь эмпиралистично. Не нужно ничего не говорить о воззвании и президентах депутатами. Там нет ни одного слова, проникнутого в классовом сознании. Там сплошная фраза. Единственное, что губило всей революции, это фраза. Это лезть революционному народу. Так Керенский играет роль балалайки для обмана рабочих и крестьян. В роли Владимира Ильича Ленина заслуженный артист РСФСР Анатолий Устюжанинов. Приступая к работе над фильмом «Красные колокола», Сергей Бондарчук говорил, «Кинематографическое решение книг Джона Рида я вижу прежде всего в раскрытии поступательного движения народных масс за свободу и социальную справедливость, когда каждый человек, где бы он ни жил, должен точно ответить себе, с кем он». Июль 17-го года. Таков был ответ временного правительства на требование народа передать всю власть Советам. В самый разгар работы над «Красными колоколами» третий выпуск актерской мастерской профессора Бондарчука в Авгике готовился к дипломному спектаклю. В работе со студентами надежный помощник мастера Ирина Константиновна Скопцева, народная артистка РСФСР, доцент Института кинематографии. В мастерской стала традицией для дипломных спектаклей брать пьесы Чехова. Нынешний выпуск более двух лет работал над «Чайкой». «Они сейчас вот в той подготовке творческой, когда им хочется играть, они должны сейчас отпустить свою природу, потому что все выстроено, все сделано. Я считаю, что если в пьесе будет два-три момента, когда будет у них творить подсознание, то та цель, которую мы ставили, будет достигнута. Я не могу расстаться со своими студентами, и когда у нас присутствует в мастерской Сергей Федорович, студенты первого выпуска часто очень появляются в нашей мастерской. Мне кажется, что, наверное, студенты этого выпуска тоже будут нашими добрыми друзьями, нашими товарищами и нашими, в общем, соратниками». 12 лет отданы Институту кинематографии. Искусство должно раскрывать внутренний мир человека, то самое, что Станиславский обозначил, как жизнь человеческого духа. Цельный и принципиальный в своем мировоззрении, Бондарчук стремится воспитать в молодом актере прежде всего творческую личность. Работая со всеми вместе и с каждым студентом в отдельности, он учит их не играть роли, а жить в образе, уметь перевоплощаться. Сыгранные Бондарчуком герои люди разные. Сильные, борющиеся, метущиеся, страдающие, добрые. И все они отмечены внутренним благородством. способностью к глубоким и сильным чувствам. Чехов в творчестве Бондарчука занимает особое место. Ему близки чеховское неприятие пошлости и эгоизма, утверждение добра и душевной красоты человека, любовь к природе. Ну, я допускаю, руби леса из нужды, но зачем истреблять их? Русские леса трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев, и все из-за того, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо. Не правда ли, сударыня? Нужно быть безрассудным варваром, чтобы разрушать то, чего мы не можем создать. лесов все меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и земля становится все беднее и безобразнее. Вот ты глядишь на меня с иронией, все, что я говорю, тебе кажется несерьезным, и, может, это в самом деле чудачество. Но когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я осознаю, что климат немножко и в моей власти. Когда я сажаю березку и потом вижу, как она зеленеет. Вот если бы меня спросили, какого бы воздействия на зрителя я бы желал после выхода картины дяди Вани, после того, как я сыграю роль Астрова. Если бы каждый человек посадил одно деревце, это было бы самым сильным воздействием моей работой на звезде. КОНЕЦ Сергей Федорович Бондарчук родился в степном краю на Херсонщине на юге Украины. Степь. 20 лет он ждал встречи с этой повестью Чехова. И не потому ли Бондарчуку дорого мироощущение Чехова, что юность его прошла в Приазовье, в чеховских местах? Я вспоминаю время детства, когда не было возможности приобрести ни проекционный аппарат, ни съемочный аппарат. Приходилось прибегать к таким открытиям велосипеда. Я наливал большую бутыль воды, она мне служила увеличительным стеклом. Я рисовал каменники, наматывал их на две катушки, и зрители моего кинематографа подходили к окошечку и рассматривали через это увеличительное мое стекло мои изображения, кадры. Их нужно было много нарисовать. Я помню. Это были разного жанра фильмы. И приключенческие, и комедийные были фильмы. Вот. Я бросла еще зеленая молодая и горячая. Ты прости, что жизнь не кончится мне замученной засушенной. Впечатления детства бесценны для художника. Кто ребенком не вслушивался в пение птиц, говорит Бондарчук, кто не впитывал аромат полей и лесов, не переживал утреннего пробуждения природы, тому потом трудно поведать о мире чувств, жизни, сердца и ума. Его дед старый казак и хлебороб, полюбивший и выкравший из придунайских земель гордую сербиянку. Мать Татьяна Васильевна, отец Федор Петрович, выпуская сына из родного дома, напутствовал будь актером, а не комедиантом. Родная Белозерка. Такой она вошла в его жизнь и в его творчество. это привольная и широкая земля, по которой он бегал в детстве, которую, как родного человека, нельзя забыть или на что-то променять. Сергей Бондарчук принадлежит к поколению, на долю которого выпало самое страшное испытание. Война. Он был солдатом. КОНЕЦ КОНЕЦ Они сражались за Родину. Это рассказ всего лишь о четырех днях войны. Горьких, трагических. Но когда читаешь роман, перед тобой разворачиваются эпические события. Их масштаб подвижен от дружбы двух солдат до того единства, которое сделала советскую армию несокрушимой. Шолохов раскрывает душу советского человека в тягчайших испытаниях, показывает своих героев в трудностях почти нечеловеческих. Но мы видим, что эти 27 человек ядро того будущего полка, что выстоит у Сталинграда и войдет в Берлин. Бондарчук говорил, нужно великое знание жизни, чтобы открывать в человеке такое богатство и величие внутреннего мира, как делает это Шолохов. Они ездили в Вешенскую на Дон к Шолоху, как когда-то взыскующая духа Россия ходила в ясную поляну познать истину. А истина вероятна в самой жизни, в ее неистребимости, в вечном обновлении и торжестве справедливости, в поступках людей, освещенных великой нравственной силой любви к человеку. Василий Шукшин. Это была его последняя работа в кино. С композитором Вячеславом Овчинниковым Бондарчука связывают многие годы совместной работы. Фильмы «Война и мир», «Степь» они сражались за Родину. Фактура правильно будет идти, идти нарастать. Куда вернулись не будет. Смотрите, как это. quasi кадры «Война иисуса» «Я ее spun GSA», «Абой, Господи, спаси. Господи, не дай меня в троту, Господи. Господи, спаси. 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 И если любовь к родине хранится у нас в сердцах И будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются То ненависть к врагам всегда мы носим на кончиках штыков Михаил Шолохов Кино это величайшее оружие культуры Оно может возвышать человека или опустошать его душу, говорит Сергей Бондарчук Народный артист Не только по званию, которое ему присвоено Народный по духу своего творчества, близкого и понятного народу Сергей Федорович Бондарчук в пятый раз избран депутатом Верховного Совета Российской Федерации Вот исходя из моего опыта, мне кажется, что фильм трижды создаётся Первый раз это сценарий Второй раз съёмочный процесс И третий раз самый интересный процесс Это монтаж фильма Историки захотят знать всё, что происходило в Петрограде В ноябре 1917 года Каким духом был в это время охвачен народ Каковы были, что говорили и что делали его вожги Именно об этом я думал, когда писал настоящую книгу Джон Три К фильму «Я видел рождение нового мира» музыку сочинил Георгий Васильевич Сверидов В фильмах Бондарчука Все имеет своё начало и свой конец Заканчивается работа над фильмом «Красные колокола» Впереди новая работа, новые фильмы Я долго думал над экранизацией произведения Гоголя Я часто вспоминаю стихи Александра Сергеевича Пушкина Пророк Вещи из зиницы, как у испуганной орлицы Моих ушей коснулся он И их наполнил шум и звон И внял я Небо грохотания И горни ангелов полёт И гад морский В подводный ход И дольни лозы прозябания И он к устам моим приник И вырвал Грешный мой язык И празднословный И лукавый И жало мудрый Змеи В уста замерзшие мои Вложил десницею кровавой И он мне Грудь Рассек мечом И сердце трепетное вынул И уголь Пылающий огнём Во грудь Отверстую Водвину Как труп В пустыне я лежал И Бога глаз Ко мне возгнал Восстань Пророк И виждь И внемли И сполнись волею моей И обходя Моря и земли Глаголом Жги Сердца людей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok